Сегодня поговорим о редакторе VZWIC и наконец перейдем к структуре самой базы. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и теплица социальных технологий. VZWIC — это аббревиатура фразы «What you see is what you get», то есть что ты видишь, что и получаешь. По сути, например, Microsoft Word — это классический VZWIC редактор, где любое действие сразу приводит к конечному результату и вы не видите, что происходит там внутри. Obsidian работает по другому принципу. Вы редактируете текст именно под капотом, при этом можете видеть и готовый результат. Но его уже редактировать вы не можете. У этого подхода есть противники и сторонники, но в любом случае хорошо бы иметь альтернативу, чтобы человек мог выбрать и такая альтернатива есть. Существуют в VZWIC редакторы, которые переводят обычный текст в Markdown. Например, что касается таблиц. Их не то чтобы сложно оформить, но просто муторно. И для этого можно перейти, например, в бесплатный редактор, который работает из-под браузера под названием Toast UI. Тут два окна — в левом Markdown, в правом конечный результат. Справа внизу переключение, то есть можно работать как с Markdown напрямую, так и в VZWIC редакторе. Но нам достаточно Markdown. Вставляем таблицу и видим как язык разметки, так и собственно готовый результат. Тут у нас заголовки, они разделены прямой чертой и можно все скопировать и вставить в Obsidian и тут уже заполнять или можно было заполнить там. Это у нас один способ работы с внешним редактором. Второй — это установить редактор на компьютер. Я, например, использую бесплатный редактор MarkText. Ссылка в описании. После установки он встает в систему как приложение по умолчанию для Markdown и отсюда открывается по правой кнопке. Открыть в приложении по умолчанию. Вот как это выглядит. Фотку, правда, он не подхватил, так как она является внутренней для Obsidian, но в целом можно работать с ним как с обычным редактором. Давайте вставим какой-нибудь to-do-лист, ну и не знаю, цитату поменять. Все. После сохранения все изменения будут отображаться в исходном файле в Obsidian. Не знаю, насколько нужно прибегать к сторонним редакторам, поскольку вот, например, цитату вы можете вставить отсюда путем добавления одного простого тега. Главное его запомнить. Но в любом случае это точно не лишнее по меньшей мере для работы с таблицами. Кроме того, визуальный редактор мог бы пригодиться в случае вставки от форматированного текста, например, с какой-нибудь веб-страницы, но в этом нет необходимости, поскольку Obsidian прекрасно понимает разметку веб-страниц и самостоятельно. А вот все подхватил, включая ссылки. На этом с Markdown все. Если вы заразитесь Obsidian, то со временем будете узнавать все новые и новые фишки, а их там, поверьте, немало. Но они лишь будут упрощать и ускорять вашу работу и без них вполне можно обойтись на начальном этапе. А мы переходим к структуре базы. Так, давайте закинем сюда еще каких-нибудь файлов, чтобы было на чем показывать. Вот так, кстати, выглядит WAV. Очень удобно. Сразу вставляет плеер. Но закидывается это все в общий котел, то есть в корень базы. Давайте создадим еще какой-нибудь файл. Кстати Ctrl-O удобен еще тем, что вы тут видите последние файлы, в которые заходили. Создаем файл. Третий, можно создать четвертый, не важно. Важно, что все в повалку. Чтобы это все рассортировать, создадим папки. Вообще то, что тут все в повалку, это не так страшно. Obsidian строится не на страницах и подстраницах, а на поиске, внутренней перелинковке и теках. Ну и здесь хорошо, если будет порядок, хотя бы минимальный. Папки есть. Теперь идем в настройки и говорим, что в какую папку класть. Нам нужны файлы и ссылки. Это про удаление. И вот место для новых заметок. Сейчас в корне, то есть все в повалку, а мы поставим в ту же папку, где расположен файл. А для вложенных файлов укажем определенную папку, указанную ниже. И ниже указываем папку исходники. Чего мы добились? Во-первых, если мы добавим wav или фото, то положит он его не в корень, а в папку исходники. Вот. И все новые вложения он будет класть туда. А это все давайте перекинем в ежедневные заметки. И теперь, если мы откроем страницу из ежедневных заметок и создадим новый файл, то он его положит не в корень, а в папку, в которой мы находились. Это мы прописали в настройках. Вещь, в общем-то, полезная, потому что, во-первых, это красиво, а во-вторых, вся структура базы сохраняется у вас на диске именно в таком виде. У меня все лежит на Google Drive синхронизированном. А вот папка базы. И вот, собственно, все папки, которые мы только что создали. Со всеми вложенными файлами. Культурненько. И всегда можно посмотреть, где что лежит и сколько места занимает. Теперь, когда мы создали папки, кажется, что у нас есть все необходимые знания для структурирования базы. Но не тут-то было. Если бы все было так просто, Obsidian не был бы Obsidian. Хотя сказать, что тут все сложно, тоже нельзя. Тут все удобно. Вот это, наверное, правильное определение.